С вами Николай Пименко. В проекте Дата сегодня 8 сентября. Международный день распространения грамотности, а также Международный день солидарности журналистов, который отмечается по решению Всемирной организации журналистов в память о чешском журналисте Юлиусе Фучике, который был казнен гитлеровцами 8 сентября 1943 года. Ну а теперь о родившихся в этот день. 1157 год. Ричард I Львиное сердце, король Англии, из династии Плантагенетов приходит в этот мир, лидер крестовых походов. У него также имелось другое прозвище. Ричард Да и Нет, которое означало, что его легко склонить в ту или другую сторону. Согласитесь, таких политиков сегодня предостаточно. И не только у нас. 1841 год. Рождается Антонин Боржик, чешский композитор и дирижер, представитель романтизма. В его произведениях широко используются мотивы и элементы народной музыки Моравии и Богемии. Вместе с Беджихом Сметаной они считаются создателями чешской национальной музыкальной школы. К числу наиболее известных работ Дворжика относится симфония номер 9 из нового света. Она, кстати, написана в США. Опера «Русалка». Концерт для велончели с оркестром, американский струнный квартет, реквием и славянские танцы. 1919 год. День рождения Людмилы Целиковской. Актрисы, сердца четырех, воздушный извозчик, беспокойное хозяйство, повесть о настоящем человеке Иван Грозный. Целиковская была кумиром нескольких поколений. Она пришла на смену тому времени, когда героинями экрана были Любовь Орлова и Марина Ладынина. Во время войны солдаты в карманах гимнастерок носили ее фотокарточки, а в бой поднимались с криком «За Родину! За Сталина! За Целиковскую!». Она была и остается легендой. Как говаривал Эйзенштейн, Целиковскую не надо хвалить, ее надо снимать. 1923 год. В этот мир приходит Расул Гамзатович Гамзатов. Аварский поэт, писатель, публицист, политический и общественный деятель, народный поэт. Сколько стихов написано им, а сколько песен появилось благодаря его словам. «Люди, я прошу вас ради Бога, не стесняйтесь доброты своей. На земле друзей не так уж много. Опасайтесь потерять друзей». 1971 год. День рождения Мартина Фримена, британского актера, известного по лентам «Хоббит», «Нежданное путешествие», «Хоббит. Пустошь» с Мауга, «Хоббит. Битва пяти воинств», «Автостопом по галактике», ну и, конечно же, одна из звезд сериала «Шерлок», которые то ли возобновляют, то ли нет. О некоторых событиях этого дня. 1380 год. Куликовская битва, которая положила начало освобождения Руси от монголо-татарского ига. Русская армия под командованием князя Дмитрия Ивановича Донского одерживает победу над ханом Мамаем, войском Золотой Орды. Впрочем, до сих пор идут споры, а была ли Куликовская битва? Но нам кажется, что, наверное, все-таки была. 1522 год. Завершается первое кругосветное путешествие, которое было начато под руководством Фернана Магеллана. Из пяти кораблей назад возвращается лишь один, но какое название? Виктория. Под командой Баскель Кану, а из 265 человек, которые отправлялись в плавание, благополучно вернутся на родину только 18. 1636 год. В городе Кембридж был основан колледж, ныне Гарвардский университет. Заведение назвали в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда. Теперь это один из самых известных университетов США и всего мира. В 1801 году в Санкт-Петербурге заложен Казанский собор. Один из крупнейших храмов города. Выполнен в стиле ампир. Построен на Невском проспекте в 1801-11 годах архитектором Воронихиным для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божьей Матери Казанской. После Отечественной войны 1812 года приобрел значение памятника русской воинской славы. В 1813 здесь похоронен полководец Кутузов и помещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи. 1924 революционерка Александра Калантай получает назначение в Швецию, став первой женщиной-послом в мире. Основной задачей была нейтрализация влияния фашистской Германии в Скандинавии. В 1945 группа депутатов норвежского стортинга выдвигает кандидатуру Калантай на получение Нобелевской премии мира. К выдвижению присоединяются депутаты шведского Риксдага, женские организации Швеции, Норвегии и видные общественные деятели этих стран. Однако Нобелевский комитет не поддержал эту инициативу. 1954 год. Впервые за футбольную сборную страны выступает легендарный вратарь Лев Яшин. Матч СССР-Швеция заканчивается со счетом 7-0. 1962 год. На Венецианском кинофестивале приза «Золотой лев» Святого Марка удостоен фильм «Иваново детство» Андрея Тарковского. Он окончил факультет режиссуры ВГИКа только в 1960-м, а лента «Победитель» стала для него дебютной. Последующие работы Андрей Рублев, Солярис, Сталкер, Зеркало и Ностальгия были благосклонно приняты как в СССР, так и за рубежом. Но все-таки в 1984-м, после окончания съемок «Зеркало» в Италии, Тарковский принимает решение не возвращаться в Советский Союз. Ну а последний фильм режиссера жертвоприношения создается в Швеции. 1967-й. Пожар на атомной подлодке «Комсомолец» Северного флота. Погибают 39 человек. Пятью годами ранее эта лодка в составе группы атомоходов достигла подо льдом Северного полюса. 1999-й. Теракт в жилом доме на улице Гурьянова в Москве. Там происходит взрыв. По официальным данным погибают 106 человек. 690 получают ранения различной степени тяжести или пострадали в той или иной мере, получив психологическую травму. 2002-й год. Своеобразный рекорд установил украинский модельер Михаил Воронин. Он сшил самый большой в мире мужской костюм размером с трехэтажный дом, что соответствует тысячному размеру. Он был показан в этот день в центре Киева на празднике моды. Над изготовлением костюма работало 26 человек. Ну а теперь еще одно событие более подробно. 1504 год. На площади Синьории во Флоренции установили пятиметровую статую Давид, 29-летнего скульптора Микеланджело Буонаротти. Сотворить статую Давида пытались не раз, но скульптуры получались какими-то маленькими. Заказ на большого Давида получил Агостино Дедуччо, который не создал ни одной статуи. Он должен был только обтесать глыбу, а за дело взялся бы Донателло. Но Донателло умер, а глыба пролежала во дворе храма Санта-Мария Дель Фиоре много лет. От дождя и ветра она стала портиться. И власти решили, с этим надо что-то делать. Тут-то и подвернулся молодой скульптор Микеланджело, которого посоветовал отцам города Леонардо да Винчи. Изначально статую планировали поднять на крышу собора, но от этого отказались. Подумали, не получится. Специальная комиссия, в которую входили Ботти Челли и Леонардо да Винчи, решил установить ее на площади перед дворцом флорентийского правительства. Для транспортировки статуи соорудили специальный механизм. И 8 сентября 1504 года Давид был воздвигнут перед входом во дворец. Там он и простоял под открытым небом почти 4 века. В 1873 скульптуру перенесли в здание Флорентийской академии художеств, а на площади установили копию. И некоторые с удовольствием с ней фотографируются, не понимая, что это всего лишь навсего дубликат. Но настоящий Давид с тех пор воспринимается как символ Флорентийской республики и одна из вершин не только искусства возрождения. Статуя, предназначенная для кругового обзора, изображает обнаженного Давида, сосредоточенного на предстоящей схватке с Голиафом. А ведь в жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы немного Давиды и немного Голиафы. Кто кого? С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.